Многие виды геноцидов существуют в наше время. Руанда – 800 тысяч безжалостно убитых. Армения – более 1 миллиона убитых. Холокост уничтожил 6 миллионов евреев. Но один вид геноцида практически неизвестен. Опыт Советского Союза единственный в мире, когда была осуществлена прямая атака на религию со стороны государства. В августе 1975 года участники 35 стран со всего мира собрались вместе, чтобы подписать Хельсинское соглашение. В декларацию была включена статья 7, которая гласит, что государства-участники должны соблюдать права человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести и религиозных убеждений. Все участники согласились и подписали Хельсинское соглашение, но один из них не имел намерения соблюдать это соглашение. С 1917 по 1989 при советской власти миллионы людей были заключены в тюрьмы. Подвергнуты пыткам и казнены за веру. Цель коммунистов – построить общество без Бога. И они забирали, арестовывали, расстреливали, даже православных расстреливали. И туда селожили заключенных шахматным порядком. Эти истории сегодня забываются. Новое поколение студентов не знают истории своей страны. Советская политика была направлена на то, чтобы убить религию. Абсолютно жестокая политика. Это была политика убийства. Мученики в СССР. Такая жизнь была обычной для христиан в Союзе. Воинствующий атеизм в бывшем Советском Союзе.